В Чувашии начались съемки детской сказки. Организаторами являются сразу три студии. «Сибирь. Сказка», «Дубль. Трифилмс» и «Чувашкино». Цель проекта – вернуть на экраны доброе и душевное детское кино. О работе над фильмом его создатели рассказали начинающим кинематографистам, ученикам медиа-центра Куча Мала. Вот они, смельчаки, которые отважились снять полнометражную детскую сказку и вернуть на экраны забытый жанр. Роман, Константин и Максим очень хотят, чтобы современные дети любили не только диснеевских принцесс, похожих друг на друга, как две капли воды. Если вспомнить наши сказки, то это все-таки девушки в других одеяниях. И даже что сказки, что мультики, они не все там, может быть, красивые, они все разные. В принципе, как и люди, они всегда разные. Вот в чем и хороши наши старинные сказки. В основу сценария легла русская народная сказка. Как она называется – тайна. Но известно, что в списке героев – Иванушка, солдаты, Баба-Яга. Эту роль кастинг-директор и актер Роман Смирнов приберег для себя. Мне Баба-Яга нравится, что ли? Я с малолетства помню эти образы и Миляра, когда он играл Бабу-Ягу. Ну, что тебе говорить-то? Бывало, знаешь, смотрю я так на экран, А он там скачет, такой страшенный, ух ты мою, ужас-то какая. А потом вроде такой меденький, добренький прям, ах, загляди, а не мужичок. Чтобы найти колоритного Иванушку, режиссеры провели не один кастинг. Места для съемок тоже искали долго. Дремучий лес приглядели в Парецком районе, в Казмодемьянске нашли сказочную деревушку, а в Ибресенском этнографическом музее – логово Бабы-Яги. Мы вот ездили, нам даже разрешили печь затопить. Да. Печь по-черному топили. Ну, не так-то просто это сделать. Ну, печь по-черному, трубы-то нету. Есть дым в дом. Да, изба курная. Курная изба, это раньше так топили печи. Ну, у меня, да, были красные глаза, потому что там, если я в полный рост встану, там, получается, вот так вот начинается дым, и все до потолка. Сейчас вовсю идет работа над прологом – водной частью. Готовый эпизод организаторы разместят на краудфандинговой платформе «Планета.ру» и начнут собирать средства на основные сцены. Десятки фильмов в России уже сняты на народные деньги. Организаторы уверены, их идею тоже поддержат. И фильм под названием «Новая старая сказка» станет отличным новогодним подарком всем детям. Это будет максимально круто, что можно сделать. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.